Всем привет! С вами Оля Кочкина, Текстеры. И сегодня мы поговорим о том, как посмотреть конкурентов в Яндекс.Директе. Но сначала буквально в двух словах, зачем вообще это нужно. Во-первых, чтобы оценить общую конкурентную ситуацию. Посмотреть, сколько компаний рекламируют в Директе тот же товар, что и вы. Что это за компании. Сходить к ним на сайт и оценить посадочные страницы. Во-вторых, чтобы проанализировать объявления конкурентов. Тексты, заголовки, дополнительные элементы. Зная, что пишут в своих объявлениях конкуренты, мы сможем сделать лучше и привлечь внимание потенциальных покупателей именно к нашей рекламе. Ну и в-третьих, реклама конкурентов может стать хорошим источником свежих идей и дополнительных ключевых фраз. Посмотреть конкурентов в Яндекс.Директе можно тремя способами. В поисковой выдаче Яндекса, в интерфейсе самого Директа и с помощью специальных сервисов. Для начала давайте посмотрим конкурентов компании, которые занимаются туристическим снаряжением в поисковой выдаче Яндекса. Для этого вбиваем в строку поиска интересующую нас ключевую фразу. Пускай это будет купить туристическую палатку. Открывается выдача и первые четыре позиции это и есть наши конкуренты. Но на самом деле по запросу купить туристическую палатку в Директе рекламируется гораздо больше рекламодателей. Чтобы увидеть всех, нам нужно пролистать страницу ниже и найти небольшую серую надпись «Показать все». Кликаем и переходим на страницу рекламной выдачи. Яндекс говорит, что по запросу «Купить туристическую палатку» нашлось 88 объявлений. Это и есть все наши конкуренты по этому запросу. Всех их можно здесь увидеть, перейти на сайт, посмотреть тексты и так далее. Чтобы посмотреть конкурентов в интерфейсе Директ, нам потребуется инструмент «Прогноз бюджета». Переходим в него и выставляем интересующие нас параметры. Допустим, мы хотим запустить рекламную кампанию по Москве и области. Ставим регион «Москва и область» и вводим интересующую нас ключевую фразу. Кликаем «Посчитать». Вот здесь Директ нам показывает прогноз запросов, цены кликов, но нас сейчас не интересует. Мы кликаем по самой ключевой фразе и открывается окошко, на котором отображаются все объявления конкурентов. Ссылки здесь тоже кликабельные, мы можем перейти на сайт и посмотреть посадочные страницы, оценить тексты и так далее. Если рекламная кампания в Директе у вас уже запущена, вы можете посмотреть объявление конкурентов прямо на ее странице. Под каждой ключевой фразой будет кнопка «Объявление конкурентов». По клику откроется примерно такое же окно с теми же самыми объявлениями. Далее сервисов, которые позволяют оценить конкуренцию в контекстной рекламе, в частности в Директе много. Мы посмотрим на примере двух самых простых в использовании – это SpyWords и «Отвсё». Переходим на сайт SpyWords, видим поисковую строку, сюда мы можем ввести домен конкретного конкурента и посмотреть ситуацию по нему, или ключевое слово и посмотреть, кто рекламируется по этой ключевой фразе в Директе. Давайте попробуем. Кликаем «Отследить» и получаем данные. SpyWords находит по запросу «Купить туристическую палатку» 8 рекламодателей в Яндексе и 7 рекламодателей в Гугле. Здесь не учитываются те объявления, которые показываются где-то далеко, на пятой странице под результатами поиска. SpyWords их не учитывает. Видим среднюю стоимость клика. Если пролистаем ниже, то сможем посмотреть все 8 рекламодателей, рекламодателей, которые нашел SpyWords. Вот их домены, тексты объявлений и число запросов. Число запросов – это общее количество ключевых фраз, по которым рекламируется в Директе данная компания. Если мы переключим «Бегунок», то увидим ситуацию в Google AdWords. Листаем ниже и сможем посмотреть, по каким еще запросам в Директе рекламируются те, кто использует запрос «Купить туристическую палатку». Это те самые дополнительные ключевые фразы, о которых я говорила в начале. Но по умолчанию в бесплатной версии SpyWords показывают всего несколько фраз. Чтобы посмотреть все почти 5000 запросов, нужно войти в аккаунт, либо зарегистрироваться, а при регистрации SpyWords предлагает сразу выбрать тариф и оплатить. Далее инструмент «Отвсё». Он очень похож на SpyWords по функционалу. То же самое позволяет ввести ключевую фразу и посмотреть, кто по ней рекламируется, либо ввести домен и посмотреть, по каким фразам рекламируется компания. Давайте здесь попробуем ввести домен. Посмотрим, по каким запросам рекламируется Озон. Кликаем «Получить запросы конкурентов». И ниже появляются таблички. Видим, что у Озона в контекстной рекламе более 24000 объявлений. И рекламируется Озон почти по 40 тысячам запросов. Но, опять же, по умолчанию бесплатно «Отвсё» нам покажет всего 10 из них. Ниже можно посмотреть несколько слов с низкой эффективностью, несколько самых эффективных слов и словосочетаний. Но, опять же, полную статистику бесплатно здесь не найти. Чтобы получить весь список, нужно заплатить 20 рублей. Цена небольшая, потому что мы ввели всего один домен. Если бы доменов было больше, цена была бы больше. Специальные сервисы дают нам больше информации, чем поисковая выдача Яндекса и инструменты самого Директа. Но тут есть недостатки. Как видите, во-первых, бесплатно получить всю информацию не получится, надо будет заплатить. Во-вторых, если компании слишком маленькие и бюджет у конкурента небольшой, то здесь его не будет. Эти сервисы учитывают только достаточно крупных рекламодателей. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если появятся вопросы, задавайте их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. С вами была Оля Кочкина и Текстера. Субтитры подогнал «Симон»